Сегодня мы продолжим материал предыдущих лекций и рассмотрим следующую тему, которая обширная, но мы ее рассмотрим вкратце. Эта тема называется Энергетика в обороне. По такому плану пойдем. Значит, наиболее эскрессивным в некоторых вопросах считается мощный газовый лазер в сочетании с лазерными прицелами для обороны и от пистолетных средств, и от крылатых ракет, и от боевых блоков. Не следует также забывать. Образцы таких лазеров, конечно, мы все видели, показывали, но испытания у этих лазеров довольно-таки впечатляющие, конечно. Но следует отметить, что капотеты у них немножко низковаты пока, несмотря на то, что мощности достигнуты большие, а габариты снижены до размеров, которые можно транспортировать на транспортных самолетах. Но, несмотря на это, капотеты все-таки низковаты. И кроме того, имеются средства защиты. Вот здесь, вот такие, вот такие, в частности, отражающие... Перспективным является применение двусковозных трансформаторов тестов, резонансных трансформаторов тестов. Если эти трансформаторы изготовить и закидывать в первичную обмотку, так и закидывать, чтобы в первичную обмотку закидывать вот LED, допустим, напряжением 500 кВт, то на выходе много не заводится, можно снимать отражение. И эта башня, тесла, она, соответственно, будет достаточно высокая для того, чтобы прикрыть хранение объездов. И несколько таких башен размером с московские высотки, они прикроют и Москву. Объединение следует собой искрами заряда. Комбинированные системы, которые мы предложили в 1986 году, заключаются они следующие. Что вот один или два лазера, они настроены на волну, которая имеет некоторое поглощение в атмосфере. Тем, чтобы создавать на трассе определенный ионизированный шнур. Ионизированный шнур. С небольшой, конечно, ионизацией, но проводящую создать дорожку. Вот этим световым, своими эффектами. А к этой дорожке, соответственно, подсоединить, как к линии передачи, обыкновенной линии электропередачи, подсоединить по сотому напряжению. 500 кВт, 500 кВт, 100 кВт, миллион вольт и так далее. Вот, с чем вот такой установочки, простой изображен? Вот, видите на картинке, L1, L2, это лазеры, два лазера. И, значит, одни зеркала сферические, вторые плоские, это газовые лазеры. Зеркала, зеркало 1, зеркало 2, они полупрозрачные. Так, чтобы через центр проходит путь выходной. А сзади поверхности, в данном случае зеркало, подсоединить контактные диски. Контактные диски для подключения высокого напряжения от высоковольтного трансформатора, соединённого слоя. Таким образом, вот, L1, L2, направляемая от лазера, они создают проводящие провода в лонжике. И по ним уже напряжение, энергия от трансформатора, создаётся целью, необходимой целью. Ну, попутно можно ещё плазматрон здесь подсоединить для образования между проводами плазмы. И тогда эта плазма будет пучком передаваться по этим проводам в сторону цели. Ну, это дополнительные, как говорится, можно ограниченные простые передачи на достаточные напряжения для поражения цели. Совсем другим направлением, которое предназначено для защиты от близких таких вот целей, от пехоты, от бронетранспортеров, от танков и так далее, в основном, наверное, от пехоты, будет вот такая вот система, в которой здесь вот изобразение. Здесь в диалектрической ванне находится солёная вода. Насосом, это ВН-насосом, по шлангу передаётся к соплу С. Проводящий сопло С, проводящий его часть, соединена через предохранительство с холодным трансформатором соединённым там же слоем. Или с генератором. Вот эта создаваемая в воздухе водяная струя ВЭЭК, она направляется к поражаемому объекту. Поскольку вода солёная, то она проводящая, значит, она является проводником. То есть всё напряжение высокое прикладывается к поражаемому объекту. Этой пехоте, этой транспортным следствием и так далее. Но, естественно, напряжение 700 кВт, если, как говорится, провод попадёт, то мало не кажется, как показала практика, с аварией ВНОВЭК. Здесь примерно такой же случай был. То есть это планируемая такая авария ВНОВЭК. Но она контролируемая, регулируемая, с определённой целью защиты. То есть это и же ВЭЭК. Это всяческие возможные диверсии. Также и не только ВЭЭК, но и атомных электростанций, гидроэлектростанций. И поскольку воды солёной в море много, то есть кто мешает такую водяную пушку установить на авиационном транспорте с морской. Вот такие направления. Следующее направление использования энергетики в мирной энергетике в защите обороны это дирижабли под высоте напряжения. Практика военных действий в Великой Отечественной войне показала, что дирижабли очень эффективны против авиации. Есть величайшая авиация. Дирижабли возразления делаются в Москве, в повсеместном преобороне в Москве. Если эти дирижабли соответственно снабдить проводящими такими плоскостями или усами, или такими предметами проводящими, то есть более мелкими шарами, которым подведено также напряжение от ВЭП, чтобы мы можем иметь высокоэффективное средство против низколетящих крылатых ракетов и так далее. И средств беспилотных. Следующее направление важное. Это искусственные, слоистые, искусственные облака, про которых мы в прошлом веке говорили. И эти слоистые облака соединенные также с ЛЭП. Вот трехфазный ЛЭП, оно, допустим, 500 кВт на фазе, это значит, что 500 кВт на фазе. Соответственно, вопрос, если будет там киловольт, и это будет на трех уровнях, что жена, предположим, то это прикрытие, и если этим облаком прикрыть объект, допустим, стартовой площадке или так далее, то значит, это будет достаточно эффективно. То есть, подлетающая снаряда или боевая часть, она вынуждена будет, кажется, взорваться, не долетая до зимы. Следующее направление. Создание шагового напряжения в сочетании с полем и соленой, проводящей жидкостью. Но это в основном против, конечно, надземных и против пехоты и так далее, против наступающих гидроцантов, паршютистов и так далее. Когда они приближаются к объекту, их, соответственно, поливают соленой водой из автоматических средств полива. Духа под парнике поливают, сразу их работает, вот этот фонтан, и они оказываются облитые, хорошо проводящие у нас, получается, они. А дальше они идут по земле, где поставлены заземлители, между которыми высокие напряжения, и они попадают под шаговыми напряжениями, как от селополитий, как огурцы, они там свариваются. Вот в этом, от шагового этого напряжения, поскольку на них ещё плюс там много металлических частей, и, соответственно, это будет очень для них опасно. И следующий момент. Система высоководных электрокабель для защиты под землей и под водой. Эти электрокабели против подкупу и в море для защиты подводных лодок, расположенных где-то на стоянке, чтобы к ним торпеды не приближались, рассматривается такая сеть, которая под высоким напряжением, если в неё попадает торпеда, значит, в эту сеть, то она замыкается, и торпеда окажется под напряжением, под высоким напряжением её головки. Вот тоже киловольтным и легавольтным напряжением. Ну, соответственно, для этой головки быстро она взорвётся. Раньше. И последнее, значит, высоковольтные сети. Ну, эта сеть просто, её представить очень легко, это сеть под перпендикулярных проводов, подвешенных на разных уровнях. Ну, под каким-то углом друг друга они подвешены, но на разных уровнях. Так что, допустим, наверху плюс, ниже минус, или наоборот, или переменка подводится к этой сети. Так что, если снаряд подлетает к этой сети, нарушает эту целостность, это она не срабатывает, так же из-за, и снаряд этот попадает без скрома. То есть, не попадает, а защищаемого объекта. Вот таким образом мы с вами сегодня рассмотрели вкратце это дело. Вот я ещё покажу план данной лекции «Энергетика в обороне». Первый мы рассмотрели мощно-газовые лазеры в сочетании с лазерными инфрациями, трансформаторы, комбинированные системы, лазерные и сводководные соединённые в свой. И также рассмотрели водяные пушки с солёной водой под напряжением. И также вот следующее рассмотрели варианты дирижабли под высокиметрами, слоистые искусственные облака соединённые слоев, создание шагового напряжения в сочетании с полиум-солёной проводящей запусте, и система высоковольтных электрокабель для защиты под землёй и под водой. И, наконец, высоковольтные сети. На сегодня лекция закончена. Спасибо большое вам за внимание. До свидания.